В эфире телеканал ННТ новости. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте. И в начале короткий анонс. Готовность школ к новому учебному году и не только. Глава Минобра Республики ответил на вопросы представителей республиканских СМИ. Мы в этом году делаем оборудование, то есть ремонт на 3 миллиарда рублей, да, капитальный ремонт вот этих 210 зданий. А оборудование в школу поставляется на 1,4 миллиона. Маршруты к туризму. В Казбековском районе ремонтируют 12 километров дорог, ведущих к достопримечательностям региона. Дикая природа Дагестана. О том, какой фильм презентовали в Махачкале, расскажем в выпуске. Среди тысяч невзрачных тростниковых островков спряталась настоящая жемчужина. Колония Кудрявого пеликана. Дагестан футбольный. 11 муниципалитетов Дагестана в этом году получат новые спортивные поля. Полицейские Буйнакска задержали подозреваемую в незаконном сбыте Лирики и Трамала. Сделка проходила на одной из улиц города. Злоумышленница продала наркотики жителю Кумтаркалинского района за 31 тысячу рублей. Подозреваемая местная жительница пояснила, что препараты нашла в салоне автомобиля мужа, после чего решила немного подзаработать. По данному факту возбуждено уголовное дело. Была доставлена за сбытственно действующих препаратов Лирика, 7 листов и 4 таблетки Трамала своему соседу. И была задержана сотрудниками полиции и доставлена в отдел. За что задержали? За наличие укрепленных наркотиков. Что у тебя было? Лирика и Трамаду. Сколько? 100 лекарств. Лирики и 4 Трамаду. Откуда ты это взял? Лирику и Трамаду откуда достал? Купил. У кого? За сколько? По 300 рублей лирику и по 400 рублей Трамаду. Общая сумма какая? 30 тысяч. Здесь Буязанский. Что ты делал? Приехал, сука. Зачем? За лирикой. При каких обстоятельствах вообще задержали? И у кого находилась эта лирика? Мы забрали, ехали. Ну лирика у кого находилась? Лирика находилась. У тебя или у него? У моего друга. Готовы ли школы региона к 1 сентября? Результаты госэкзаменов и итоги оздоровительной кампании детей? На эти и другие вопросы представителей СМИ ответил министр образования и науки Дагестана Яхия Бучаев. По результатам ЕГЭ текущего года в республике 30-100 бальников, в основном по русскому языку. Также Бучаев отметил, что в летних лагерях отдыха провели каникулы более 30 тысяч детей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Затронули и проблемные вопросы, особенно в части капремонта образовательных учреждений. Мы в этом году делаем оборудование, то есть ремонт на 3 миллиарда рублей, капитальный ремонт, вот эти 210 зданий. А оборудование в школу поставляется на 1 миллиард 400 миллионов. Это новые парты, новые стулья, новые школьные доски, мебель в классе. Это комплекты наглядных пособий для кабинетов физики, химии, биологии. Путь к новым впечатлениям. В Казбековском районе ремонтируют 12 километров дорог, ведущих к туристическим объектам. Работы идут в рамках реализации госпрограммы Минтрансреспублики. Автодорога Буйнакс-Кизелюрд-Новый Черкей в поселке Дубки – одна из главных туристических артерий в транспортной сети Дагестана. Она ведет к самым популярным у гостей локациям региона – знаменитому Сулакскому каньону, смотровой площадке в поселке Дубки и Черкейской ГЭС. На участке уже завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведутся работы по обустройству дороги. Ввод в эксплуатацию участка запланирован на конец сентября. Строительство сквера на берегу озера Агель завершается в Махачкале. Территорию благоустраивают в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы выполнены на 80% и завершатся уже к сентябрю. Планируется установка объектов уличного освещения. Детская игровая площадка с травмобезопасным резиновым покрытием. Площадь благоустраиваемой территории сейчас 1400 квадратных метров. Практически завершена укладка тротуарной плитки. Завезен почва грунт. После окончания работы по укладке плитки будет установлена малая структурная форма, уличное освещение, детская площадка с травмобезопасным покрытием. Данная территория была выбрана горожанами в ходе рейтингового голосования и была включена программа на текущий год. Министр труда и социального развития Республики Дагестан Абдурахман Махмудов навестил семью Алиметовых, у которых четверо сыновей участвуют в военной операции на Украине. Алиметовы проживают в поселке Билиджи Дербенского района. Отец семейства перенес инсульт, став инвалидом первой группы. Они столкнулись с проблемой дефицита средств по уходу за лежачим больным. Узнав об этой проблеме, Абдурахман Махмудов прибыл лично, чтобы выразить слова благодарности и передал набор необходимых средств по уходу. Глава Минтруда отметил, что одной из приоритетных задач Министерства является забота о семьях участников специальной военной операции. Старший мой, это самый Агарагим, Абдулмурат, это они двойняшки, 81-го года рождения. Потом этот Ямудин, 87-го года. И этот младший, 95-го года рождения. Так они, что, послушные мои дети, все, не переживай, мама, все хорошо, мать, ты не переживай, ты за отцом смотри. Все нормально? Ну, ничего. Все нормально будет. Дай Бог, чтобы все нормально было у всех. И со всеми моим детям тоже все хорошо было. Что все это закончилось. По поручению Сергея Алимовича мы оказываем внимание, помощь семьям военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции на территории Украины. И вот сегодня семья Алиметовых, которым мы оказали помощь при участии комплексного центра социального обслуживания города Дербент, Дербентского района, они были очень удивлены, приятно удивлены тем, что мы пришли. Я думаю, мы, пока сыновья там находятся, и в последующем будем оказывать помощь. Не оставим без внимания, посильную помощь окажем. Социальным службам поручено оказывать внимание. Выделены работники соцслужбы, которые закреплены за семьями. Во-первых, за семьями погибших военнослужащих. И, естественно, оказываем помощь и тем семьям, у которых сыновья находятся сейчас на территории Украины. По мере возможности, все социальные льготы, социальные услуги, которые должны оказываться, они предоставляются. В Махачкале прошла презентация документального кино о дикой природе Дагестана в рамках международной интерактивной фото-выставки «Пеликантность». Подробности в сюжете нашего корреспондента Малики Курбановой. Еще один удивительный фильм про заповедный Дагестан на сервис о пеликанах можно увидеть на канале YouTube. Съемки фильма организованы заповедником Дагестанский. Среди тысяч невзрачных тростниковых островков спряталась настоящая жемчужина. Колония Кудрявого пеликана Взглянуть на уникальный мир дикой природы, увидеть птиц и животных в естественной среде обитания, наблюдать за ними. Все это документальные фильмы о дикой природе, которые снимают крайне редко. В места обитания пеликанов отправился природный кинооператор России Михаил Родионов. Как отмечает автор, к сожалению, пока еще не удается создать коммерчески успешного документального фильма. Рассчитывать приходится только на помощь государства. Подобные проекты создаются на гранты Русского географического общества и Министерства культуры. В Дагестане наиболее обычен кудрявый пеликан. Розовый здесь числится в списках, но я никогда его не встречал. Внешне птицы очень похожи, особенно если издалека смотреть. А вот характером они очень сильно отличаются. Кудрявые пеликаны намного более спокойные, флегматичные такие, вдумчивые птицы. А розовые мне показались, наоборот, такими более истеричными, пугливыми и более коллективистскими. Они все вместе реагируют, как одна птица. Если кто-то полетел на рыбалку, значит, летят все. Если кто-то испугался, значит, испугались все. Ну и так далее. Фильм «Заповедный Дагестан» раскрывает зрителям удивительную природу, красоту и загадочную жизнь дагестанских заповедников. Съемочная группа побывала в самых удаленных уголках республики в поисках интересных кадров животного мира. И, как выяснилось, заповедник дагестанский – настоящий рай для птиц. Именно здесь располагаются самые большие в мире гнездовья и место скоплений на миграциях и зимовке кудрявого пеликана – одного из символов дагестанского заповедника. Заповеднику дагестанский исполняется 35 лет. У нас такой небольшой юбилей. Напомню еще раз, что заповедник дагестанский у нас состоит из двух заповедных участков – это Кизлярский залив и Саракумский барханы. В ведении заповедника находятся три заказника федерального значения – Самурский, Аграханский и Таратинский. А также три года назад был создан национальный парк самурский. И два кластера национального парка – это Дельта Самура и Шелбуздак – тоже находятся под управлением ФГБУ Государственного заповедника Дагестанский. Документальное кино о пеликанах снимали на озерах Кизлярского и Аграханского заливов. Для максимальной передачи и понимания жизни дикой природы ее надо прочувствовать. В охоте за лучшими кадрами приходится и рисковать с Михаил Родионов сегодня вспоминает то острое ощущение первой встречи с птицами в их естественной среде обитания. И все еще удивляется, насколько спокойно его приняли пернатые. Колония пеликанов в Кизлярском заливе, снятая для фильма в 2014 году, на следующий год погибла. Пришла большая моряна, смыла все гнезда и разрушила пеликаний рай. Съемки фильма о заповедном Дагестане будут продолжаться. Малика Курбанова, Салман Гетяхмаев, ННТ «Махачкала». И о спорте. Турнир по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч» пройдет в «Махачкале». 20 августа игры пройдут на базе Республиканской детско-юношеской спортивной школы «Олимп», а также городской школы номер 59 по правилам FIFA и регламенту РФС. Турнир проводится среди детей и подростков в разных возрастных группах. Команды должны иметь единую форму с эмблемой и табличку с названием для церемонии открытия. Друзья, впереди вас ждут новые испытания, новые победы, новые знакомства, радость, счастье и, конечно же, прекрасная спортивная игра. Ждем вас! И в продолжении темы развития футбола. 11 муниципалитетов Дагестана в этом году получат новые спортивные объекты. В семи муниципальных образованиях откроют мини-футбольные поля от регионального Минспорта. Площадки обустроят в селах Хрича, Черкей, Алмак, Леваши, Ичичали, Куруш и в Дербенте. Также планируется устройство полноразмерных футбольных полей в городах Дагестанские Огни и Кизляре, в Баба-Юрте и в селе Хучни. Спортивные объекты возводятся в рамках четырехстороннего соглашения между Российским футбольным союзом, Минспортом России, Республикой Дагестан и Федерацией футбола региона. Дагестан – лидер рейтинга здоровых регионов. Республика занимает первое место в России по приверженности населения здоровому образу жизни. Первое место Дагестан занимает уже четвертый год подряд. Также в тройку лидеров вошли Чеченская республика и Адыгея. По данным регионального Минспорта к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в Дагестане привлечены 1 млн 557 тыс. жителей, что составляет более 54% от общего числа населения региона в возрасте от 3 до 79 лет. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Дагестан